Антон Кузнецов, командир поискового отряда «Китиш», а также член общественной палаты Одинцовского района. Здравствуйте! Здравствуйте! Я также ученый-секретарь Одинцовского районного музея, с вторых ипостаси представленных. Как у вас на все хватает времени? Вот вы и тут, и там, везде? Ну, работать надо. Видимо, этот будет девиз ваш ближайший, пока не будет новый выбор общественной палаты. Ведь, насколько известно, вы стали более медийным после того, как стали общественником. Да, конечно же. Однозначно. Мы работаем по многим направлениям, работаем активно, работаем каждый день. В этом секрет нашего успеха. Я с большим интересом слежу за вашими публикациями в Инстаграме, и периодически там появляются посты о всяких удивительных находках, скажем, на чердаке Одинцовского краеведческого музея или там в подвале, я уж не помню, как точно. Что такого наиболее любопытного вам удалось найти в ходе реконструкции музея? Ну, нашли не мы, нашли рабочие, оказались неравнодушные, то есть не просто сочли мусором, да, поглядели, что это такое. Оказалось, что это документы, имеющие непосредственное отношение к деятельности вот этой самой конторы Икунчикова. То есть документам больше ста лет, сохранность уникальная. Там различные конторские записки, квитанции, счета, но также есть несколько личных писем и даже рецепт кулича. То есть получается, что все эти экспонаты, которые впоследствии займут места на полках музея, выставочных, на витринах, они долгое время просто пылились? Да, они всегда были в музее, в этом самом, но теперь они, так сказать, войдут однозначно в основной фонд. И это уникальные документы, то есть был музей Одинцовский, Краеведческий, все знали, что это контора Икунчикова, но ни одного маломальские документы, который именно относился к деятельности этой конторы, там не было, ну, не было в экспозиции. Они были в этой конторе на чердаке, теперь они найдены, и все желающие смогут их увидеть. Ведь впечатление произойдет очень интересное, это наша древняя история. Антон, вы ходили на выборы главы Одинцовского района? Разумеется, я ходил. Наверное, глупо спрашивать, за кого голосовали, или там есть какая-то интрига? Нет, интриги никакой нет, я с 2011 года в партии «Единая Россия» стоял. Соответственно, вы поддержали Андрея Иванова в пользу, когда он забирался в главы района? Разумеется. Ну, как вы вообще оцениваете, как это позитивно повлияет на Одинцовский район? Ну, это уже повлияло. Каким образом конкретно? Сменой формата общения с населением, с молодежью, с общественными организациями. Это то, что я наблюдаю. В общественной палате какие у вас сейчас первоочередные задачи, потому что тогда было, ну, не знаю, может быть, скандальное в некоторой степени интервью, когда вы сказали, что не собираетесь заниматься проблемами ЖКХ и прочими социальными проблемами, а будете продвигать именно поисковую вот эту деятельность, ну, то есть будете в своей сфере. Сейчас какие у вас задачи первоочередные? Те же самые. Вы по-прежнему не будете решать социальных проблем? Я не решаю социальные проблемы. Я выступаю с инициативами, в которых я специалист. С социальными проблемами выступают люди, которые шли в общественную палату решать эти проблемы. Они эти инициативы и варианты их решения предлагают, и мы, в том числе я, за них голосуем. Голосуем, естественно, положительно. Вот таким образом. Я выдвигаю личные, не выдвигая инициативы создания больше детских садиков, у меня военно-мемориальные проекты, это то, в чем я знаю толк. Вы воспринимаете общественную палату, безусловно, всерьез. Это видно по вашим действиям, по вашим словам. Но некоторые члены общественной палаты, они использовали общественную палату как трамплин в совет депутатов разных городских и сельских поселений. Как вы относитесь к таким людям? Ведь, как известно, около семи членов общественной палаты покинут нынешний состав после выборов, потому что они уйдут с депутаты. Я считаю, что это только ваше частное мнение по поводу трамплина. Ну, то есть вы считаете, что это вполне нормально, что люди избирались в общественную палату, а потом пошли в совет? Я не знаю позицию этих людей настолько досконально, чтобы об этом судить. Антон Кознецов, командир поискового отряда «Китиш», а также обладатель прочих других регалий, которые я, к сожалению, не запомнил. До новых встреч. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»